Всем привет! Постоянные мои зрители, наверное, уже обратили внимание, что на канале появилась рубрика «Интересное в эфире», в которой я рассказываю, что интересного услышал в эфире. Не обо всем, конечно, но о многом. Вообще эфир я слушаю очень много. И 20 лет назад, и 30 лет назад я очень много слушал эфир. Вообще я обычно слушаю эфир и только иногда провожу радиосвязи, о которых я вам рассказываю. Но на самом деле большую часть времени я слушаю эфир в разных диапазонах. В том числе даже я слушаю иногда вещательные диапазоны, средние волны мне нравятся послушать. К сожалению, наших российских вещалок пока там очень мало. Но зато вот есть на 621 кГц в средних волнах вещательная радиостанция из города Тирасполь, Молдова. И на ней включают разную интересную музыку, в том числе и старую советскую, и какую-то современную, всякую разную. Даже как-то я услышал там группу «Воскресенье» и так далее. То есть, в общем, можно услышать всякое разное. Приятно иногда послушать эту вещательную станцию. К сожалению, частота низкая, и на коротковолновую антенну слышно ее у меня уже не очень хорошо. Поэтому чаще я ее слушаю на обычной бытовой вещательный приемник с феритовой магнитной антенны. Субтитры создавал DimaTorzok И как я вам говорил в прошлом выпуске интересное в эфире, часто бывает слушаю на средних волнах румынские вещалки. Тоже естественно из-за их музыкальной составляющей. Румынского языка я не знаю, что там они передают в новостях, я не понимаю и слушать это не хочу. А вот музыку они включают хорошую. И как-то проснувшись ночью не спалось мне в четыре с чем-то часа. Вот наткнулся на такое вещание, румынское, с очень приятной музыкой. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Современную электронную музыку я тоже очень люблю, как ни странно, и в жизни на самом деле ее очень часто слушаю. И вот, к счастью, она иногда попадается и на средневолновых вещалках. Выше средневолнового вещательного диапазона, там где вещают радиохулиганы на 1,6-1,7 МГц, я захожу послушать нечасто, так как слушать разговоры в хрипучей амплитудной модуляции неинтересно, а музыку какую-то вещают радиохулиганы чаще всего это шансон или блатняк, не знаю, как это правильно назвать, тоже с отвратительным качеством. В общем, слушать это не возникает никакого желания. Но иногда в надежде, что вдруг кто-нибудь что-нибудь включит нормальное, а не этот шансон и с нормальным качеством, иногда я все-таки туда заглядываю в надежде на это, и вот в этот раз обнаружил вот такое вот вещание, качество не хрипучее, и музыка не шансон, может быть, она не самая лучшая, но по крайней мере не шансон, и на этом спасибо. И часто в этом участке частот между средневолновым вещательным диапазоном и 160-метровым любительским слышны из зарубежных радиохулиганов, которые тоже включают музыку. От наших они отличаются на слух очень легко. А вот на 160-метровом любительском диапазоне слышно аж Родину Деда Мороза. Жалко, что самого Деда Мороза не слышно. Россия-25, Родина Деда Мороза всем. Если кто не знает, то существует такой вид связи, передача статических изображений по кратковолновым каналам под названием ФАКС. Этот вид связи был придуман лет 50 или 60 назад, если не больше. Предназначен для того, чтобы передавать графическую информацию непосредственно с печатью на бумагу. Ну что-то вроде радиолюбительского СС-ТВ или ФАКСа, который работает по телефонным проводным обычным каналам связи. То же самое, только с печатью на бумагу. Был придуман очень давно. Занимает обычный ССБшный канал. Полусу ССБшного канала. В данном случае мы на 2 600 с копейками слышим такой ФАКС, который передает метеоинформацию для ВМФ Великобритании. Как я уже говорил в прошлом выпуске, часто во многих странах радиолюбители, чтобы по радиохулиганить, отходят от 80-метрового диапазона вниз. Или от 40-метрового вниз и остаются также в нижней боковой полосе на тех же самых своих любительских антеннах и разговаривают о чем-то в своем. Вот еще один наглядный пример тоже в нижней боковой полосе на 3 200 с копейками. Вот такие вот товарищи забавные. Субтитры делал DimaTorzok А вот рядышком на 3 296 это уже явно не радиохулиганы, в которых превращаются радиолюбители, отойдя поговорить о чем-то в своем, ниже любительского диапазона. А это явно профессиональная радиосвязь, ну и к тому же в верхней боковой полосе. А вот на 3377, то есть 3377 опять, как обычно, бесконечные разговоры о чем-то своем в нижней боковой полосе. Ну а на 3413 как обычно Шеннон Волмед или Волмед. Метеоинформация из Ирландии передатчик работает. Сколько я себя помню, он всегда там был и 20 лет назад, и 30. Интересно, когда состоялось первое включение, первый выход в эфир, вот я этого не знаю. Это Шеннон Волмед. Шеннон Волмед. Метопорта. СТОКОЛМ ОРЛАНДА. Метопорта. СТОКОЛМ ОРЛАНДА. На 3430 вот таких забавных товарищей слышим с Роджер Бипом от радиостанции Кадан. Скажем так, профессиональная радиосвязь. Ну а чуть выше, 3440 в нижней боковой полосе, опять радиолюбители пошли по радио хулиганить, отошли ниже своего любительского диапазона и гоняют музыку. Ну почти как на 1,7 МГц в хрипучей амплитудной модуляции, только в однополосной. Видим, что точность установки частоты страдает ни у меня, ни у моего приемника в смысле. Я в нем уверен, что здесь на 3 МГц у него точность меньше 1 Гц, а именно у того, кто вещает. Для того, чтобы вещать музыку в SSB, частоту надо ставить очень-очень точно. На 3450 наш российский Волмит с синтезированным неестественным голосом. Кстати, это современный Волмит, в какие-то 80-90-е годы его там не было, и он еще дублируется выше по диапазону на несколько МГц, у него есть дневная частота. А на 3465 опять в нижней боковой, опять радиолюбители пошли радио хулиганить и гоняют музыку. В данном случае уже точность установки частоты прекрасная, музыка услышана без искажений. Но уже совсем близко к любительскому 80-метровому диапазону радио хулиганство продолжается и в речевом, и в музыкальном формате. Волмит с 300 км в районе, в районе, в ближайшие киев. Возможно, там даже с длинной стороны, но еще и в районе. В этой улице, в районе, в районе, не очень много, но... В этой улице уже не очень много. В этой улице уже все хорошо. Возможно, я бы даже на Бене. Бене, я бы не могу вам, Джоб. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ГУШИМ, МАМА, ИСЕЧКАНА КАНАМУНИКОНА ПАВЛОСКИЙ ПРАКСТАЛИЩАНИЯ, НЕЦЕДЯ ХТЕПОЛЕСЬ На 3810 профессиональная радиосвязь наблюдается, слышно довольно-таки хорошо. А на 3815 радиохулиганство с музыкой продолжается. Кто-то из любителей отошел не вниз от 80-метрового диапазона, а вверх. И оставшись в своей любительской нижней боковой полосе гоняет музыку. Музыка, кстати, нормально и слышно хорошо. Продолжение следует... 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 4651 Shenwick Radio. Управление воздушным движением. На многих частотах эта станция работает. По-моему в прошлом выпуске интересная. В эфире он нам попадался на какой частоте. Гэлбол 135.230. Добрались до 5 МГц и вот на 5-140 в амплитудной модуляции круглосуточно вещает музыкальная станция из Германии Чарльз Стон Радио Интернешнл, которая транслирует музыку из прошлого, из 20-х, 30-х, 40-х годов, со всего мира, в том числе даже русскоязычная музыка встречалась из того времени, конечно же. У этой станции есть страничка на Facebook, есть информация в интернете. Человек рассказывает о том, какой передатчик у него, какая мощность, как он собирал всю эту коллекцию старинной музыки. По всему получается, что это пиратская станция. Вроде как в Германии все очень жестко с законодательством, как там может быть пиратская станция. В общем я не знаю. Но знаю одно, что работает круглосуточно, мощность маленькая, в моих краях слышно не громко, естественно только ночью. И музыкальная станция, которая вещает вот такую вот музыку из прошлого. Чуть выше по частоте 5200 тоже в амплитудной модуляции, но к сожалению не музыкальная станция, а третья гармоника от радиохулигана с 1,7 МГц с хрипучей амплитудной модуляцией. Ребята, ну стыдно за вас, 5 МГц слышно на многие, наверное, сотни и тысячи километров из других странах. А еще на 5 МГц есть настоящий радиолюбительский диапазон, но только в некоторых странах, далеко не во всем мире. И в том числе у нас нет, к сожалению, в России. Я бы очень хотел, чтобы на 5 МГц был любительский диапазон, очень интересные частоты, но, к сожалению, мало где есть такой диапазон, но все-таки где-то он есть. И вот слышно, как иногда радиолюбители там беседуют. Беседут. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 5,649 опять нам попался Шенвик радио, это управление воздушным движением, на многих частотах работает станция, а вот на 6,200 с копейками опять гармоника от радиохулигана с хрипучей амплитудной модуляцией, ну как-то некрасиво. Не летит. 339, Кортик, Краснодар, 6 район, друзья. Кто слышит, ответьте. Всем обращается. Кортик, Краснодар, 6 район, приём. 6,628, Санта-Мария радио, тоже управление воздушным движением, где-то там над океаном летают товарищи, но трафика очень много, часто на этой частоте радиообмен. Продолжение следует... Продолжение следует... КЛМ-702, Санта-Мария, good morning. Secondary frequency is 3016, CELCO coming up for check. CELCO check is okay. Secondary 3016, we just received the clearance, what is UPDLT? КЛМ-702, copy that, Санта-Мария, radio. Have a nice day. 6661, Mumbai radio. Акцент индусов ни с чем не спутать. Тоже управление воздушным движением. 3146, Gokum 55, TIGO gate 2204, GOLM 18, and ORBID 2320. Call call s***, H TIJ1801. F Quelquus path six 961, confirm? 2146, Gokum 604, Are you ready? To confirm your cell call in BQ compartil mic. I just found HTI6901. Cell call IST, 삼le call check, OK. It'sprés, FSean 691. 6 693 российский волн, частота на которой по очереди несколько станций по расписанию включается, и каждый передает метеоинформацию за свой список городов. Частота существует очень давно, с советских времен, и до сих пор поддерживается. Видим, что перешло вещание уже с живого на синтезированное, на компьютерное. Забавно, что полоса частот широкая, порядка 3,5 кГц. Это не неисправность передатчика, а явно видим, что включен такой режим с широкой полосой. 7 878 или 879, смотря на каком оборудовании принимать сигнал, опять факс. из Германии. Там передаются карты погодные, в общем-то ничего интересного. Но станция существует тоже с незапамятных времен. Сколько себя помню, все время на этой частоте слышны эти германские факсы. Пытался когда-то принимать давным-давно, в 90-е годы. Понял, что ничего интересного в этом нет. 7 916. Какой позор, опять гармония от хрипуна с амплитудной модуляцией. 8 250. Морской участок. И морячки беседуют. 8 400. Тоже что ли морячки? 8 420. Морской участок продолжается. И береговая станция, работающая в режиме Ситор, в данный момент в дежурном режиме, в режиме ожидания, передает свой позывной и общий вызов в режиме Ситор. Позывной XSQ. Это Китай у нас. Ситор. Рядом на 3 кГц выше из Греции станция с позывным СЖО, не знаю работает она только телеграфом или в Ситоре тоже, в данный момент только телеграфный вызов дает, ситоровских посылок не слышно. И совсем рядышком на 1,5 кГц выше мне пришлось очень узкую полосу включить на приемнике китайская Ситор станция с позывным XSG. И Ситор по ссылке видны и телеграфные. Ситор по ссылке видны и телеграфные. На 8 МГц очень насыщенный, очень живой морской диапазон, на 8 432 с тем же самым позывным еще одна китайская станция XSG тоже в режиме Ситор. А вот так выглядит уже не дежурный режим, а собственно обмен трафиком в режиме Ситор у этой же самой китайской станции XSG. На 8 МГц есть не только морской участок частот, но и авиационный в верхней части 8 МГц. И вот на 8 879 опять управление воздушным движением Мумбай радио Индия со своим акцентом. Ситор по ссылку в описании. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Есть целый список таких частот В разных участках диапазона Станции работают синхронно Одновременно на нескольких частотах Но если кто не знает Эта система очень старая Еще с Советского Союза Сохранилась И к счастью до сих пор работает И очень активно используется Полоса здесь тоже, как видите, широкая 3,5 кГц Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 11387 Частота тоже используется по расписанию Одновременно несколькими станциями Но из разных стран, из разных городов В данном случае мы слышим Бангкок волн На 13 МГц тоже есть такой же авиационный участок И на 13264 Шеннон Волмит Это из Ирландии станция работает Очень хорошо Сейчас у меня очень громко проходит И тоже полоса 3,5 кГц Видимо, это какой-то прикол Волмит и дело с полосой не 3 кГц Не 2,7, а 3,5 4,000 метра Мист Манчестер Метропорт Манчестер На 12 МГц У нас есть тоже морской участок И мы там слышим ту же самую турецкую станцию С позывным ТАХ ВСИТОР ВСИТОР Работающую Очень громко ее хорошо слышно Она обычно у нас громко проходит в центральной части России И последняя в этом выпуске частота, о которой я вам хочу сказать, это 15 МГц ровно Есть такие станции точного времени и частоты В разных странах есть свои На 4996, наверное многие слышали нашу российскую станцию Или где-то на 10 МГц Или на 66 кГц Вот на 15 МГц работает несколько станций В том числе одна китайская Позывной у нее БПМ Вот такой забавный позывной И работает она, в отличие от многих станций, в амплитудной модуляции И в отличие от многих станций, она помимо того, что передает различные сигналы Импульсные, для того, чтобы по ним корректировать часы Она еще и передает свое позывное морзянкой Но она еще и голосом китайским что-то говорит в этой самой амплитудной модуляции Вот такая забавная станция Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь на этом все Спасибо, что смотрели это видео Я очень люблю слушать эфир Заниматься радионаблюдением, радиомониторингом Дело интересное Мне нравится и находить новые какие-то неизвестные для меня сигналы И получать удовольствие от прослушивания давно известных мне радиосетей В общем, люблю я это дело и слушаю по возможности Чего и вам желаю Слушайте эфир Получайте от этого удовольствие Занимайтесь радионаблюдением, радиоприемом Ну и конечно же смотрите мои видео Подписывайтесь на канал Напоминаю, что у канала теперь есть еще и телеграм-канал И есть страница с дополнительными материалами на сайте Бусти И копия этой страницы в еще одном телеграм-канале Подписывайтесь туда, где вам удобнее Огромное спасибо всем тем, кто подписался на эти страницы И тем самым поддерживает существование моего канала Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok